В Жлобине сегодня урочисты открыли центр раннего вмешательства. Он стал третьим у региона, до этого два працывали у Гомеля и Мазары. Новая установа будет обслуговать около 300 детей из Жлобинска и Рогачевского районов. Дмитрий Котов с подробностями. Центр раннего вмешательства разместился на третьем по версии детской полиглиники. Значную допомогу у его створения оказал фонд ЮНИСЕФ. Была набита мебель для оснащения кабинета, реабилитационной обсталявания, гульновые сродки. Будовнейшие работы отжитивлялись уластными силами медицинской установы. У Вогули на створение центра выдатковано 200 тысяч рублей. Это сродки районного бюджета и газеты «Новый день». Периодичное выдание со своего прибытка в минулом году и селита накировало 80 тысяч рублей. У наступных обещают допомогать с ремонтом на другом по версии детской полиглиники. Выники суместной работы по куль приносят только приемные уражения. Очень довольна, очень рада, что меня поддержали люди. Во-первых, инициатива, наверное, такая благородная миссия. Взялись-то за благородную миссию, которую нельзя просто не поддержать. И наши подписчики, мы сегодня удерживаем самый высокий тираж среди районок области. И рекламодатели. И когда разговариваешь, ну, если вы поучаствуете в этом, то тогда вы поможете детям. 5% от нашей выручки, от подписки, от рекламы мы ежегодно направляем на ремонт этого учреждения. Работа центра на Кированово-Пиршу и Чаргу на оказание шмат профильной допомоги детям до 3-х годов. Тут працуют неуролог, психолог, дефектолог и инструктор-методист. Специалисты будут выявлять проблемы со здоровьем на ранней стадии, как минимизовать альбо увогу ли выключить их наступство у будущем. Одной из перших у центра звернулась Евгения Горовцова, разом с Дашкой Василисой. Жихарка Жлобина стверждает, такой установы городу не хапало, и она обязательно будет корыстаться популярностью. Нам очень приятно, что у нас в городе открылся такой развивающий центр для деток. Мы будем сюда приходить, потому что здесь развивается моторика у детей и двигательная активность. Поэтому для ребенка это очень полезно. Центр раннего вмешательства обслуговывает Жихаров Жлобинского района и суседнего Рогачевского. У базы Дадзиных зараз коля 300 детей. И она будет оперативно обновляться. У центр трапляют, коли у медиков с поликлиники возникают сумнение на кон здоровья их маленьких пациентов. Это держится порушение у зрока и слыха, захворывание у эндокринной и нервовой системы. У центра окажут комплексную допомогу. На прием отводится коля годины. И, что важно, под кожное дитя будет створаться индивидуальная программа после консультации с батьками. Это участие и специалиста-дефектолога, и в том числе психолога. Ведь детки, которые имеют психофизические особенности, у них в дальнейшем возникают трудности социальной адаптации в том числе. И в этом отношении иногда не только сами детки нуждаются в помощи, но и их родители. И это и есть задача центра. Все специалисты, которые будут работать в Жлобинской установе, прошли стажировку в областном ресурсном центре раннего вмешательства. Заплановано так же повышение квалификации на базе 19-й детишей поликлиники в Минске. Добрая материальная база и профессиональные кадры можно быть выполнены, что медицинская допомога в новом центре будет оказываться на высоком узровне. Дмитрий Котов, Валерий Гопанько, телерадиокомпания «Гомель» с Жлобина.